В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева. В начале выпуска коротко об основных событиях. В музее-заповеднике Горки и Ленинске состоялся международный музыкальный фестиваль джазовой сезоны. Я очень доволен, что приходят зрители. Это самое важное, что та музыка, которой я делюсь, она нужна, она востребована. 21 августа на автостоянке у Дворца спорта Видное открылся кинопаркинг. Такой формат похода в кино, он будет востребован. Участницы сообщества «Нежный бизнес» отметили первую годовщину организации. Сообщество «Нежный бизнес» создано для того, чтобы объединять девушек и с целью взаимовыгодного сотрудничества. Зажигательные ритмы разных стран звучали в минувшие выходные в музее-заповеднике Горки и Ленинске. Здесь с овациями уже в шестой раз прошел международный фестиваль джазовые сезоны. Насладилась музыкой наш корреспондент Екатерина Коваленко. В этом году площадкой фестиваля стало просторное поле площадью более полутора гектаров. Оно позволяет уютно расположиться тысячам любителей джазовой музыки. Новая локация, прекрасная погода, солнце решительно все радует гостей международного фестиваля джазовые сезоны. Он проходит в Горках Ленинских уже в шестой раз. И для нашего муниципалитета такие знаковые события – большая ответственность. Для нас важно то, что проведение данных фестивалей с участием таких, ну, великих, будем считать, артистов, оно славит наш округ и, в общем-то, несет, ну, повторюсь, несет славу о Ленинском округе по территории Российской Федерации. Конечно, пандемия внесла свои коррективы. Какое-то время вообще стоял вопрос о проведении фестиваля в этом году. Но, к счастью, он удачно разрешился. И джазовые сезоны, кстати, стали одними из первых массовых мероприятий, которое прошло офлайн. Праздник, который сегодня проходит, он вместит не только достаточное количество желающих, кто любит джаз, любит музыку, соскучился по музыке, особенно за последние полгода, когда ни одного мероприятия в Российской Федерации не было. Название фестиваля уже давно стало брендом. А его бессменный, идейный вдохновитель, народный артист России Игорь Бутман с радостью отмечает, что с каждым годом его любимое детище становится все более популярным. Я очень доволен, я доволен только тем, что фестиваль набирает обороты, что мы открываем новые имена, что мы приглашаем тех музыкантов, от которых я был в восторге много-много лет назад, с чего начинался джаз. Я очень доволен, что приходят зрители. Это самое важное, что та музыка, которой я делюсь, она нужна, она востребована. Вопреки закрытым границам состав участников и в этом году международный. Куба, Австралия, Латинская Америка, бразильский инструменталист Жандер Сантос пора дал гостей фестиваля импровизациями в стиле самбо-джаз и боса-нова. По словам музыканта, выступать перед нашей публикой для него особая радость. Жандер Сантос, между прочим, прекрасно говорит по-русски и не упустил возможность сказать о русских зрителях приятные слова. Они очень знают бразильскую песню, много людей знают, и они знают имя автора, знают имя песни, они вопрос вот это на концерте, давай играешь девушкой панема, давай играешь корковаду, вот это. И у меня вот, ооо, как круто, вы знаете бразильскую песню. Признаются в любви к артистам и зрителям, которые настолько полюбили фестиваль, что приезжают сюда каждый год, причем не только из Москвы и области, но и из других городов и даже стран. Блестяще просто, незабываемые впечатления, тем более, что сейчас играет мой почти соотечественник из Бразилии. Я из Боливии, поэтому у моих соседей прекрасно. Атмосфера потрясающая, потому что люди приходят и отдохнуть, и здесь СМИ. Ну это, ой, я не могу, это музыка, я сразу же начинаю. Я танцую обычно. Это прекрасно, что такие события происходят, и прекрасно, что они недалеко от нас, и я обожаю эту музыку. И музыка эта не смолкала в музее-заповеднике все выходные. Екатерина Коваленко, Кирилл Иванов, Ольга Садовская, Видное ТВ. 21 августа в городе Видное начал работу первый кинотеатр «Под открытым небом». Более сотни жителей приехали вечером на парковку, расположенную у Дворца спорта, чтобы посмотреть фильм режиссера Кирилла Серебренникова «Лето». Подробнее в нашем сюжете. Формат кино из машины популярен во всем мире. Сейчас и у виднокчан появилась прекрасная возможность насладиться просмотром лучших зарубежных и отечественных фильмов «Под открытым небом». 21 августа на автостоянке у Дворца спорта заработал кинопаркинг. Проект разработан совместно с Министерством культуры Московской области и Мособл кино при поддержке администрации Ленинского городского округа. Такой формат похода в кино, он будет востребован. Я думаю, что молодежь, да и люди, собственно, и моего возраста оценят, что это интересно, что, в общем-то, стоит того. Я думаю, что мы все вообще соскучились за какое-то время по вот этим вот возможностям выйти в люди. И вот сегодня как раз такая возможность, и она совершенно безопасна. Автомобильный кинотеатр начал свою работу с показа биографической музыкальной драмы режиссера Кирилла Серебренникова «Лето». Фильм повествует о самом начале творческого пути Виктора Цо и группы кино. О его взаимоотношениях с Майком Науменко, его женой Натальей и другими участниками рок-движения «Ленинграда» 1981 года. Представила картину исполнительница главной женской роли российская актриса Ирина Старшинбаум. «Человеку нужен человек, и что, ну, те условия карантина, да, которые нас поставили вот в эти рамки, какой-то новой адаптации под эту реальность, вот новые какие-то форматы, он довольно меня пугает. Но при этом все равно какая-то романтика вот в этом формате просмотра кино в машине, она безусловно есть». Перед показом фильма Ирина рассказала зрителям об интересных моментах во время съемок картины. «Происходили какие-то на площадке постоянно довольно мистические вещи. У меня было ощущение, что Виктор с нами снимал это кино». Ведновчане оценили удобство таких киносеансов. «Интересно, что это такое, как это. Ну, решили посмотреть». «Очень интересно, потому что сейчас, ну, много автолюбителей появляется, и за счет этого, то есть все будут где-то собираться в одном месте, никому особо не мешать жителям города». С афишей кинотеатра «Под открытым небом» можно ознакомиться на сайте проекта. Наталья Буслаева, Татьяна Брылова, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ. К нам в редакцию обратились жители дома номер один по Жуковскому проезду. К сожалению, это строение часто становится объектом наших репортажей. Проблем у жильцов хватает. В этот раз претензии граждан к качеству ремонта дороги у дома. Их выслушал наш корреспондент Максим Козлов. Ремонт дороги – это всегда хорошо, хотя и приходится терпеть некоторое время неудобства. Так думали жители дома номер один по Жуковскому проезду. Но реальность почему-то оказалась не столь радужной. Эти фотографии прислали нам жители дома. Подход к четвертому подъезду во время дождя полностью блокируется, несмотря на то, что поблизости есть колодец для сточных вод. Но после ремонта он оказался выше уровня нового асфальта. Они обещали асфальт до люков. Там он приподнят, здесь опускать они обещали. После, что будет сливаться в решетку. Но решетка над уровнем асфальта. В решетку вода не подходит. По делам масла в огоне авария прорвала трубу. О злоключениях граждан в связи с этим мы расскажем в одном из ближайших выпусках новостей. Ремонт коммунальщики затеяли такой, что грязь автомобили разнесли по всему двору. Они все приехали, раскопали. И вот на этот прекрасный асфальт всю эту жижу вывалили, ничего не оградили. Есть у жителей вопросы и к пешеходным дорожкам. Не нужно быть специалистом, чтобы увидеть, что сейчас они стали уже. А вот расстояние между асфальтом и газоном, наоборот, увеличилось. Зачем нужна эта полоска земли? Загадка. Удивление у местных жителей вызывает и участок дорожного полотна напротив первого подъезда. Почему-то на нем асфальт не был положен сразу. Впоследствии за оплатку все же положили, но не до конца. И небольшая яма существует здесь до сих пор. Олег Федоров депутат, который избран от этой территории и находится с местными жителями на связи. Он уверен, что подрядчику работ не удастся оставить все как есть. По окончании работ будет происходить приемка данной территории. И я очень надеюсь, что на эти некачественные выполненные работы обратят внимание и заставят все-таки подрядчика переделывать эти недочеты. Непонятно одно. Зачем делать плохо, а потом переделывать? Почему сразу не сделать хорошо и качественно? Вопросы риторические. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видное ТВ. Около полутора тысяч девушек-предпринимателей из 36 городов Подмосковья объединяет сообщество «Нежный бизнес». В нашем округе движение существует один год. Подробнее о мероприятии, посвященном первой годовщине организации, расскажет наш корреспондент Дмитрий Книга. Женскому предпринимательскому сообществу Ленинского городского округа «Нежный бизнес» исполнился один год. Представительницы движения собрались вместе, чтобы в неформальной обстановке подвести итоги работы за этот период и поздравить друг друга. Сообщество «Нежный бизнес» создано для того, чтобы объединять девушек и с целью взаимовыгодного сотрудничества. Девочки знакомятся между собой, они образуют какие-то новые проекты со своими бизнесами, новые коллаборации. Это очень здорово, потому что это развивает их бизнесы, это развивает их лично. «Нежный бизнес» – проект региональный. Ему оказывают поддержку правительство Московской области и торгово-промышленная палата. В отделении нашего муниципалитета на настоящий момент состоит более 70 бизнес-леди. Стоит отметить, что в непростое для предпринимателей время девушки смогли не только сохранить свой бизнес, но и вписать его в современные реалии рынка. «Наше сообщество выращивает микробизнес в более крупный и даёт очень много новых проектов и много пользы для жителей города Видного. Мы этим гордимся». Направления работы бизнес-леди из Ленинского округа самые разные. От салонов красоты и танцевальных студий до языковых школ и центров пиар-технологий. Множество проектов постепенно интегрируются в общественную жизнь муниципалитета. «По нашему городскому округу мы сейчас работаем над этим. Я думаю, что мы составим некий план и совместно с этим бизнес-сообществом будем его внедрять. Я думаю, что всё впереди». Своё видеообращение с поздравлением записала заместитель министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Надежда Корисалова. «Я же, в свою очередь, готова всегда вас всех поддержать, всегда прийти на помощь, решать ваши проблемы. И от всей души ещё раз поздравляю вас всех с праздником!» Также перед собравшимися выступили почётные гости. Девушки поделились планами на будущее и договорились о дальнейшем сотрудничестве. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Это все новости на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Всего доброго и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok